Минэкономразвитие России «У нас много предложений, иностранцы очень хотят и просят, чтобы под их инвестиции хотя бы не менялось налогообложение, то есть наложить табу на условия игры. Нужно понимать, что чем дальше мы идем в Арктику, двигаемся к шельфам, тем тяжелее добывается нефть и газ, себестоимость выше», — уточнил губернатор Ямала. По мнению Дмитрия Кобылкина, введение льготных условий поможет быстрее реализовать крупные проекты в Арктике. «На нашей земле есть месторождения нефти и газа с большими запасами, которые ждут, когда баррель будет стоить 150-160 долларов. Мы просто можем никогда не дождаться этого момента, потому что, чтобы начать освоение этих месторождений, нужны соответствующие льготные условия налогообложения и поддержка от государства в строительстве инфраструктуры», — отметил Кобылкин. Напомню, в начале сентября этого года Минэкономразвития России предложила перенести с 2020 года на 2017 возможность создания территории, опережающего развитие в арктической зоне страны. Также поступило предложение распространить на арктические гавани режим свободного порта, действующего на Дальнем Востоке. Во всех регионах России прошла масштабная просветительская акция «Большой этнографический диктант». По задумке организаторов он позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и их знания о народах, проживающих в России. Акция также способствует укреплению межнационального мира, граммонизации межэтнических отношений и привлечению внимания к этнографической науке, сообщается на сайте проекта. Участниками диктанта стали жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет. Задания диктанта состояли из 30 вопросов. Итоги диктанта будут торжественно подведены 4 ноября в День Народного Единства. По словам руководителя Федерального агентства по делам национальности Игоря Баринова, тема культуры и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знания являются основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей. Организаторами проекта выступило Федеральное агентство по делам национальности совместно с Министерством национальной политики Удмуртской республики, автономная некоммерческая организация Ассамблея народов Удмуртии при поддержке Общероссийской общественной организации Ассоциация антропологов и этнологов. Участниками диктанта стали более 40 тысяч человек на 800 площадках во всех субъектах России. Центральной площадкой проведения акций в Москве стала Российская государственная библиотека. В России проживают 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, общая численность которых составляет около 244 тысяч человек. К ним относятся алиуты, долганы, коряки, манси, нанайцы, ненцы, саамы, селькупы, ханты, чукчи, и венки, эскимосы и другие. Также на севере живут коренные народности, не относящиеся к малочисленным. Это коми и якуты численностью более 400 тысяч человек. Губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин пригласил в гости автора письма, найденного в бутылке, которая прибилась летом к острову Белый. Послание планируем отдать автору лично в руки. Пригласили девочку, которой тогда было два года, к себе в гости. «Оплатим дорогу, покажем ей Ямал и остров Белый», – сказал губернатор. В августе бутылка с письмом, которая 15 лет назад была отправлена с берегов севера Шотландии, была найдена на острове Белый в Карском море в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам ученых, послание преодолело около 4 тысяч километров. После исследования находки выяснилось, что бутылка была отправлена 15 лет назад одним из жителей Шотландии из города Финдочти. В обнаруженном послании вписано имя двухлетней девочки Эмили Плант. В день празднования 300-летия шотландского города его жители проводили социальную акцию. Они собирали пустые бутылки и помещали в них записки со своими именами, а также с именами своих детей и друзей, после чего послания были брошены в море. Сначала планировалось, что глава Ямала Дмитрий Кобылкин примет участие в арктическом форуме в реке Явике, где встретится с представителями Шотландии и вернет им памятное письмо. Однако губернатор пригласил автора письма увидеть Ямал своими глазами и лично забрать послание. Военнослужащие Северного флота в ходе учений впервые провели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры, архипелага Земля Франца Иосифа. Высадка десанта производилась способом на упор. Большой десантный корабль «Кондопога» вплотную подошел к береговой черте и опустил аппарелью среза воды. Для обеспечения безопасности маневра акватория района высадки морского десанта была обследована гидрографическим судном «Визир», рассказали в Минобороне России. В операции участвовали около 100 военных и 11 единиц техники, включая бронетранспортеры, плавающие снегоболотоходы и грузовики повышенной проходимости. В рамках учений мотострелки совершили марш к месту временной дислокации и оборудовали палаточный лагерь, выставив патрули для отпугивания хищников. Военным также предстояло выполнить задачи по охране и обороне инфраструктуры Северного флота на земле Александры. Напомню, военные впервые начали отрабатывать рейдовые действия на незнакомой местности в Арктике в 2015 году. Тогда в ходе арктического похода состоялись учения по защите важных промышленных объектов на полуострове Таймыр и обеспечению безопасности на Новой Земле и Новосибирских островах. Арктические регионы получат дополнительные средства на детский отдых. Дети Арктики должны иметь приоритет при оздоровлении. Об этом заявила замглавы правительства России Ольга Голодец во время заседания Совета Федерации. «Я согласна, что дети Арктики должны иметь некие приоритеты», отметила она, отвечая на вопросы членов Совфеда, которые указали на проблемы детского отдыха. В связи с важностью вопроса о оздоровлении детей Арктики и районов Крайнего Севера, сенатор от Якутии Александр Акимов предложил правительству России рассмотреть возможность разработки и утверждения специальной целевой программы «Дети Арктики» для оздоровления и санаторно-курортного лечения детей, проживающих в Арктике и районах Крайнего Севера. Ольга Голодец поддержала данное предложение и отметила, что его необходимо проработать. В настоящее время правительство России по распоряжению председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко готовит соответствующий законопроект, который планируется принять до конца осенней сессии, чтобы следующим летом детский отдых был организован по новым правилам. По морю хочет стать кузницей кадров для Арктики. Об этом речь шла на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в Петербурге. В Архангельской области создана мощная научно-технологическая и образовательная среда, обеспечивающая интересы всей Российской Арктики, считает губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Во время выступления на заседании Морской коллегии Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики он отметил особую значимость для освоения арктической зоны университетов и исследовательских центров, расположенных в регионе. Свою принципиальную значимость для освоения арктических территорий доказали расположенные в Архангельске Северный федеральный университет, Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН, Северный государственный медицинский университет и Арктический морской институт. На заседании в Санкт-Петербурге глава региона также предложила сделать созданный ранее на базе 16 вузов научный консорциум, экспертной площадкой и базовой структурой Госкомиссии по реализации кадровой политики в вопросах обеспечения, развития, изучения и освоения Арктики. Путешественник Федор Конюхов поднимется в стратосферу на воздушном шаре из Якутии. «Тот проект, который Федор Конюхов сейчас организовывает, полет на шаре, будет начинаться с территории Якутии. Мы будем поддерживать этого великого человека», сообщил в интервью ТАСС глава Республики Саха Егор Борисов. Он добавил, что пока не решено, откуда именно будет начинаться эксперимент путешественника. Все будет зависеть от погодных условий и ряда других факторов. Тем не менее, Якутия готова оказать как информационную, так и материальную поддержку Конюхову. «Мы с ним все эти вопросы прорабатываем, конечно, и моральная, и материальная поддержка будет оказана. Не откажем и в рекламной поддержке для продвижения проекта», — сказал глава Республики. В пресс-службе также отметили, что Конюхов планирует подняться на воздушном шаре в стратосферу. Полет будет совершен за один день. Сейчас для путешественника изготавливают воздушный шар. Сам полет планируется осуществить в сентябре-октябре 2017 года. Все региональные новости читайте на сайте trk.ru в разделе Арктика.